Всем привет! В ремонте iPad 4. Дефект не включается, при подключении кабеля питания не заряжается, ток потребления 0. Если используются заведомо исправные кабели питания и зарядное устройство, как в моем случае, то начать поиск неисправности стоит с разъема питания планшета. Контакты разъема должны быть, во-первых, они просто должны быть, а во-вторых, они должны быть чистыми и блестящими. Всего контактов 8 штук, я пока что наблюдаю только 7, и вместо 8 что-то зеленое, похожее на последствия окисления из-за залития. Скорее всего, 8 контакт полностью сгнил, поэтому планшет и не заряжается. Разъем питания требует замены. Разберу планшет, чтобы заменить разъем. Разбираются iPad, как известно, путем отклеивания тачскрина. Самое важное при этом сохранить стекло целым. Залог отклеивания стекла без повреждения – это хороший подогрев и аккуратность. Я нагреваю стекло на сепараторе. Температура 94 градуса. Так как площадь нагревателя моего сепаратора небольшая, грею планшет и отклеиваю стекло частями. После прогрева подсовываю пластиковую пленочку между стеклом и рамкой, чуть добавляя обезжиривателя, он же бензин-калоша. Пленку удобнее проталкивать в ту часть стекла, где на корпусе уже есть какая-то вмятина. Как правило, в таких местах стекло начинает чуть выдавливаться и создается зазор, который и можно использовать. Далее нужно пройтись пленкой по периметру тачскрина. Подробно описывать процесс не буду, так как уже делал это ранее. Ссылка на подробное видео с отклеиванием тачскрина будет в описании. Рекомендую ознакомиться, так как при отклеивании стекол iPad'ов есть несколько деликатных моментов. Со внутренней стороны разъема последствий залития не видно, скорее всего жидкость сюда не попадала. Чтобы извлечь разъем, точнее шлейф с разъемом, нужно снять матрицу. Отключаю шлейф, выкручиваю винты крепления разъема, те что изнутри, и вынимаю шлейф вместе с разъемом. Осмотрим его более детально. В этом месте должен быть контакт, а фактически имеем зеленоватого оттенка гниль. Естественно, что планшет не хотел заряжаться. В таком случае разъем нужно заменить. Новый разъем был заказан из интернет-магазина, так как в наличии в нашем городе не оказалось. Разъем со шлейфом. Для замены даже паять ничего не придется. Это, конечно, в идеале. А как получится в реальности, еще неизвестно. Устанавливаю новый шлейф. Собирать планшет пока что не стоит. Вдруг чего? Нужно сначала проверить работу. Подключаю кабель питания. Ток зарядки нулевой. Для большей точности подключил свой самодельный блок питания. Он показывает ток 0,02 А. Сначала подумал, что батарея сильно разряжена. Дело было вечером, под конец рабочего дня. Поэтому оставил планшет заряжаться на ночь. Поразительно. Но на следующий день ничего не изменилось. Ток зарядки практически нулевой. Ремонт продолжается. Как печально бы для меня это не звучало. Решил проверить, что с батареей. Если она в сильном разряде, то планшет, наверное, не будет заряжаться. На батарее напряжение 1,3 В. То есть она очень сильно разряжена. Практически в ноль. Нормальным для литий-ионных аккумуляторов считается напряжение, грубо говоря, от 3 до 4 В. Подзарядил от блока питания примерно до напряжения 3,5 В. Теперь планшет должен заряжаться. Если нет больше никаких проблем. Подключаю кабель питания. Посмотрим, что произойдет. Ток в момент подскакивает до 4 А, что очень много. В норме от моей зарядки ток iPad'а не должен превышать 1 А. От столь высокого тока нагрелся и расплавился разъем кабеля. Вот это трэш. Такого у меня еще не было. Странно все это. А не в разъеме со шлейфом ли дело? Давайте отдельно подключим его к зарядному. Ток 2,03 А. Очень странно, так как я не наблюдаю на шлейфе аккумулятора, который бы мог заряжаться этим током. Очевидно, что шлейф или разъем бракованное. Что-то доказывать и отправлять шлейф в магазин по гарантии? Времени нет. Не придумал ничего умнее, чем перепоить разъем с нового шлейфа на старый. Будем надеяться, что проблема не в разъеме, а в шлейфе. Иначе у меня будет уже два нерабочих разъема. Но зато два рабочих шлейфа. Нужно в любой ситуации искать позитив. Выпаиваю сгнивший разъем и пропаиваю монтажные контакты. Закрепляю шлейф на монтажном столике. А чтобы вероятность положительного исхода ремонта была больше 100%, использую фирменный столик от Apple. Новый разъем нужно выпаять без повреждения. Поэтому использую щадящий температурный режим станции. Около 290 градусов и средний поток воздуха. Впаиваю разъем на старый шлейф. Долго стараюсь разъем не греть, чтобы не расплавить его пластиковую часть. Интерфейсные контакты пропаиваю под микроскопом. Отдельно каждый контактик. Температура на жале 320 градусов. Жало медное. Отмываю флюс. Подключаю разъем к зарядному. Этот волнительный момент истины. Теперь тока потребления нет. Проблема все-таки была в шлейфе. Или разъем с завода был криво припаян. Это уже не важно. Подключил шлейф в планшет. Посмотрим на текущую реакцию от подключения кабеля. Ток зарядки есть. Около 1 А. Через некоторое время планшет достаточно зарядился, чтобы включиться. И теперь, когда дефект уже устранен, планшет можно собрать и приклеить обратно тачскрин. Клею тачскрины я на клей B7000. Не на двухсторонний скотч. Конечно, предварительно почистил поверхность матрицы от пятен и пыли. Матрицу перед подклейкой не забудьте закрепить на винты. После сборки проверяю работу основных функций. Работу тачскрина, звука, сетей и так далее. Ну и, конечно, зарядил батарею до 100%. На этом считаю, что ремонт можно завершить. Планшет заряжается и включается. Всем спасибо за внимание и за то, что были со мной во время этого ремонта. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok